Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Ser. Сегодня мы подробно поговорим о специальной версии MIUI 13 для планшета Xiaomi. Детально рассмотрим все особенности MIUI 13 Pad, чем она выгодно отличается от мобильной версии и удалось ли разработчикам оптимизировать сторонние приложения под экран планшет. И да, сразу спойлер, здесь реально появились фишки, которых лично мне очень не хватает на смартфоне. Так что досмотрите видео до конца и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры MIUI. Поехали! Начнем с визуальных изменений. И первое, что бросилось в глаза лично мне после обновления, это новый фирменный шрифт Missans. Как я уже говорила в подведении итогов китайской презентации, Missans поддерживает глифы различных языков, в том числе и кириллицы, из-за чего многие не теряют надежды увидеть его в глобальной версии MIUI 13. Однако смена системного шрифта в глобалке достаточно серьезный шаг и придется по душе далеко не всем. Да и в самом коде прошивки мы не нашли никаких подтверждений того, что шрифт доберется до глобалки. Так что с большей вероятностью он останется эксклюзивом для Китая и кастомов. А жаль, смотрится Missans реально круто, на мой взгляд. Также из обновлений по части украшательств могу отметить два новых пака живых обоев. Однозначно интересные, особенно так называемые обои кристаллизации, созданные в содружестве с брендом Beauty of Science. Это реальная съемка процесса кристаллизации, а не графика, как можно было бы подумать. Кстати, скачать и оценить фирменные обои для любого устройства и шрифт MIUI 13 вы можете в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Там же вы сможете узнать о сроках выхода MIUI 13 на ваше устройство. Отдельно на презентации компания особый упор делала на оптимизацию более 3000 популярных приложений именно под интерфейс планшета. Что ж, на практике все не так красочно. В тех же популярных международных соцсетях, мессенджерах и прочих приложениях интерфейс явно не адаптирован под форм-фактор планшета. Более того, приложения, которые в принципе не поддерживают альбомную ориентацию, планшет по-прежнему принудительно запускают в портретной, как и раньше. А, например, при использовании планшета в паре с клавиатурой это выглядит мягко говоря абсурдно. Впрочем, вероятно это проблема всех планшетов на андроид. Так что в плане оптимизации под экран планшета пользователи вряд ли заметят какую-то разницу с MIUI 12.5 Enhance. Тем не менее, с выходом глобальной версии MIUI 13 ватт ситуация вполне может измениться. В крайнем случае остается надеяться лишь на разработчиков самих приложений. Перейдем к более значимым и интересным изменениям. И в первую очередь это улучшенные плавающие окна. В MIUI 13 патт реализовали возможность одновременного запуска до двух активных окон со свободной регулировкой размера, в зависимости от которого будут меняться и ориентация приложения, портретное или альбомное. Более того, появились и новые способы запуска. Теперь окна можно запускать прямо с рабочего стола с помощью шортката под длительным нажатием на иконку приложения. А уже запущенное приложение можно уменьшить в плавающее окно свайпом из угла экрана. Последний вариант, кстати, может не появиться в глобальных версиях прошивки, так как по аналогичному жесту в глобалках запускается Google Ассистент. И еще один не менее удобный способ запуска плавающего окна – это вытягивание из новой так называемой глобальной панели задач. И вот об этой панели поговорим подробнее, так как, на мой взгляд, это самая перспективная и интересная фича, на которой связаны многие новые функции MIUI 13 патт. Но пойдем по порядку. Запускается глобальная панель задачи теперь по свайпу вверх в любом месте, что очень удобно и не требует постоянного выхода на рабочий стол для открытия нужного приложения. Когда на планшете уже открыто какое-либо приложение, в нижней части дисплея по обе стороны от привычного индикатора жестов появляются две серых полоски. Если провести по ним вверх, вытягивается заветная панель. В ней, помимо уже привычных шести приложений, которые пользователь добавляет сам, с правой стороны через разделитель отображаются иконки недавно запущенных приложений для быстрого переключения между ними. Кроме того, глобальная панель задач непосредственно участвует в еще одном нововведении в MIUI 13 патт – режим раздачи HandDo, благодаря которому пользователи смогут объединять смартфон и планшет в одно семейство в реальном времени. Звучит здорово и действительно открывает широкие возможности перед пользователем. Давайте разбираться, как это работает на реальном примере в связке с Poco F3. Первая особенность – это возможность начать работу в приложении на одном устройстве и моментально продолжить ее уже на другом. Так, например, начинаем писать заметку в стоковом приложении на смартфоне и тут же продолжаем редактировать ее уже на планшете. Подобная механика актуальна и в случае со воспроизведением видео. Начиная просмотр на смартфоне, при желании вы можете продолжить его уже на планшете. Но есть важный нюанс. Работает это полноценно только с фирменными приложениями MIUI и то не со всеми. В противном случае, конечно, можно будет продолжить работу на планшете, но только в виде всплывающего окна. По сути дела, это будет обычная трансляция экрана смартфона на планшет, с которого вы уже будете управлять всеми процессами. И, к сожалению, в обратном направлении эта функция недоступна. А вот буфер обмена работает в обе стороны. Так мы копируем текст на одном устройстве и можем вставить его уже на любом другом. Для использования режима хендов необходимо, чтобы на обоих устройствах, разумеется, была установлена MIUI 13, активный Bluetooth и Wi-Fi, а также устройства, авторизованные на одном Mi аккаунте. В целом, фича довольно перспективная и позволяет уже сейчас оценить некоторые возможности интерфейса Mi Magic Center, который, по словам компании, должен вывести на новый уровень взаимодействия большинства устройств бренда. В том числе планшеты, смарт-часы, телевизоры и прочие гаджеты умного дома. Но на этом полезное нововведение не заканчивается. В настройках конфиденциальности разработчики добавили новый режим Incognito. Данная фишка позволяет в один клик приостановить доступ к геолокации, микрофону и камере для всех приложений. И также легко возобновить его. Правда, для активации нужно каждый раз заходить в настройки конфиденциальности и искать соответствующий раздел. Переключателей в шторке пока явно не хватает. Владельцев фирменного чехла клавиатуры разработчики тоже не оставили без внимания. Как я уже говорила в обзоре Mi Smart Gate Board Case, в плане работы горячих клавиш была масса неточностей. В обновлении MIUI 13 под дела обстоят на порядок лучше. Во-первых, больше не нужно гадать, как переключить язык. Система сама уведомит о уверенной комбинации Ctrl-пробел. Появилась и настройка собственных комбинаций клавиш с участием фирменной функциональной кнопки. Здесь, помимо базовых комбинаций, ну например создания скриншотов, можно настроить комбинации для запуска любимых приложений. По двойному этапу фирменной кнопки можно быстро переключаться между ними, а однократным нажатием вызывать глобальную панель задач. Работать с клавиатурой действительно стало на порядок удобнее в MIUI 13 Pad, и надеюсь, что на этом разработчики не остановятся. Далее пару слов о виджетах. После презентации многие пользователи ждали именно этого нововведения. Вероятно потому, что это одно из самых заметных изменений в плане дизайна. Но, увы, в MIUI 13 для планшетов пока даже на уровне кода нет намеков на их появление. Похоже, поддержка виджетов останется прерогативой мобильной версии. В целом, от MIUI 13 Pad лично у меня остались неоднозначные эмоции. С одной стороны, есть такие реально крутые фишки, как глобальная панель задач со всей ее функциональностью, режим хендов, улучшенная механика плавающих окон и дополнительные возможности безопасности. С другой, обещанная оптимизация интерфейса приложений под формат планшета прошла мимо и для глобального рынка пока не актуальна. Какой-то ощутимый сверх плавности в интерфейсе заметить сложно, вероятно по той причине, что и предыдущая версия MIUI была весьма плавной, по крайней мере на Xiaomi Pad 5. В итоге, визуально ощутимых отличий от привычной MIUI 12.5 Enhanced пока мало, но задел на будущее есть и, как это всегда бывает у Xiaomi, допилят, доработают и будет пользователем счастья. Ну, а как будут обстоять дела на мобильной версии MIUI 13, смотрите в следующем видео. А на сегодня это все, делитесь вашим мнением о свежем обновлении MIUI 13 в комментариях, и спасибо, что посмотрели это видео, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok